Полтора года назад мой обзор шлюза Levola 10700 F12 неожиданно оборвался на моменте, когда я оказался без выключателей, со шлюзом, похожим на выключатель, но выключателем не являющимся. За это время я, получил выключатели, подключил их к шлюзу и использовал вместе с официальным приложением для управления светом. Подключил аккаунт Levola к Google Home и управлял выключателями голосом. Подключил выключатели к Home Assistant, что позволило мне интегрировать выключатели с устройствами умного дома от других производителей. Думаю, в этом порядке и стоит двигаться. В этой части я расскажу о работе выключателей с официальным приложением, а в следующей, о подключении и работе с Home Assistant. А вот про это еще интересно будет. Также, мне есть что сказать за умные шторы от Xiaomi, точнее, моторы, для классических штор и вертикальных, так что, если это будет кому-то интересно, напишу и об этом. Я купил пять Zigbee выключателей трех разных моделей. Два Levola 10701Z на одну линию. Два Levola 10702Z на две линии. Один Levola 10702SZ, проходной на две линии. Изменение дизайна стеклянных панелей Levola с момента предыдущего заказа. Часть модулей я покупал без стекол, так как они были предназначены для замены уже установленных выключателей Levola без внешнего управления или с управлением по радиоканалу. Старые выключатели отправились в места, не требующие удаленного управления. Другая часть выключателей была предназначена для помещений, затронутых вторым этапом ремонта в квартире, для них я заказывал новые стекла, которые выглядели немного иначе. С момента моей закупки для первого этапа ремонта Levola немного поменял дизайн стекол, для моделей в белом цвете задняя пластиковая часть стеклянной крышки теперь имеет белый, а не черный цвет. Также, рамки для розеток белого цвета перестали окрашивать под хром, теперь они тоже белые. На мой взгляд, это позитивные изменения. Вариантов цветов стало больше. Немного позже Levola внесли еще одно изменение, убрали свой логотип с фронтальной части стекла. Это позволяет не беспокоиться об ориентации панели и дает больше вариантов монтажа. Тем не менее, вариант с логотипом мне нравился больше. Выключатели и стекла приходят в индивидуальных картонных упаковках, хорошо переносящих при вратности почтовой доставки. Комплект поставки изменений не претерпел, сам модуль стекло, если конечно вы заказывали модуль вместе с ним. При этом, оно может быть уже надетым на выключатель, или идти в индивидуальной упаковке. Инструкция 2 шурупа для крепления в подрозетнике. Мои выключатели уже давно установлены, и я снял один из них, чтобы показать что внутри. Это Levola 10702Z, выключатель на две линии. На обратной стороне съемной сенсорной панели расположена антенна и чип Техас Инструментс 200 2630. Также там присутствует чип Майкроу Чип Пик 16 F690. Не уверен, нужно ли показывать другие модели, там все аналогично. Подключение ZigBee версии непроходных выключателей Levola ничем не отличается от подключения их стандартных версий. Все схемы подключения взяты на Гнк Электро. Ру. Остановимся подробнее на подключении проходных выключателей. Схема подключения фактически предлагает просто соединить проходные выключатели одним общим проводом для синхронизации состояния и подвести фазу к каждому выключателю. Таким образом может быть подключение до шести выключателей. Возможно, не совсем очевидный лайфхак микроэкономии, для удаленного управления только один из проходных выключателей Levola должен поддерживать ZigBee. Остальные проходные могут быть из стандартной серии. После монтажа проходные выключатели необходимо подружить для совместной работы. Для этого на одном из них необходимо нажать и держать любую клавишу до звукового сигнала. Затем требуется простое однократное нажатие на втором или на всех оставшихся, если вдруг в вашей схеме их больше двух. После этого проходные выключатели начинают корректно работать. При этом, реле щелкает только на одном из них, который физически управляет линию. Остальные просто пересылают ему команды на включение и отключение по единому коммутационному проводу. Подключение к приложению. На текущий момент фирменное приложение Levola для управления выключателями пропало из Play Market. По поводу ситуации с App Store я не в курсе. Сейчас Levola распространяет приложение для шлюза 100700F12 по ссылке. В первой части обзора я создал аккаунт и подключил к нему шлюз. Я писал, что тогда мне пришлось указать свою страну как Китай, иначе у меня не получалось создать аккаунт. Сейчас такой проблемы уже нет. Более того, я настоятельно не рекомендую так делать, так как позже я не смог подключить аккаунт Levola к Google Home до тех пор, пока не сменил регион на Россию. Думаю, не стоит объяснять, почему это происходило. Я не хочу повторяться, так что продолжим с момента подключения выключателей к шлюзу. Меню приложения активируется по нажатию на аватар. Первым делом, приложение Levola считает, что вам необходимо завести семью. Нет. Правда, кроме шуток. Здесь это аналог дома, квартиры. Это можно сделать в разделе Family Management. Это необходимо для корректной поддержки управления несколькими квартирами или домами. Но или если вы живете на две семьи, одновременно может быть выбрана только одна семья, выключатели которой будут присутствовать на главном экране. Созданной семьей можно поделиться с другим аккаунтом Levola через пункт меню ShareBindings, которое появляется, если нажать на семью. Далее, для выбранной семьи стоит завести комнаты, так как виджеты управления построены именно вокруг комнат. Это делается в разделе Room Management. Для каждой комнаты, кроме наименования, можно использовать русский, нужно выбрать одну из иконок, которые подчеркивают ее функциональное назначение. Device Amount предательски подсказывает, что этот скриншот был снят уже после добавления выключателей. В разделе Device Management мы наконец переходим к добавлению выключателей. Мои выключатели уже добавлены. Чтобы добавить новый, нажимаем на это в верхнем правом углу и выбираем тип нашего выключателя. Также здесь можно добавить еще один шлюз, чтобы расширить покрытие. Я провел несколько экспериментов с двумя шлюзами. Если у вас несколько шлюзов, новые выключатели будут добавляться к шлюзу с лучшим сигналом на момент сопряжения, повлиять на это вы никак не сможете. При отключении одного из шлюзов все выключатели, привязанные к нему, перестают работать. На другой шлюз сами они автоматически не перейдут. Эта часть полна слухов, домыслов и легенд. Возможно вы заметили, что на экране добавления устройства можно добавить умную розетку. У меня ее нет. На одном форуме я встречал утверждение, которое я интерпретирую, как возможность работы этой розетки в качестве зибби роутера, тем самым расширяя зону покрытия шлюза. Обращаю внимание, что эта информация непроверена и звучит как когда-то где-то какой-то продавец Ливолом не ответил. Тем не менее, для меня это звучит правдоподобно, так как это вполне укладывается в парадигму зибби, где роутером может выступить устройство с питанием от сети, а ты это, я купил розетку, она не роутер. Сами выключатели, вероятно, не запрограммированы роутерами из-за способа питания святым духом, в разрыве фазы, без нулевой линии. После замены выключателей Ливола с радиоуправлением на выключатели зибби в коридоре, где у меня только два лампа по 7 ватт, в разрыв цепи пришлось установить адаптер Ливола, предотвращающий мерцания, новые выключатели потребляют явно больше предыдущих. Открывается экран поиска устройства, на котором указано, что вам необходимо на примерно на 5 секунд нажать на сенсор выключателя, до звукового сигнала, после которого выключатель перейдет в режим сопряжения. На это отводится 60 секунд. Если вы не успели или выключатель по какой-то причине найден не был, процедуру можно повторить, нажав на кнопку тайм-аут. После удачного сопряжения вам предлагается назвать выключатель, можно использовать русский, и указать комнату, в которой он расположен. В дальнейшем можно легко изменить привязку выключателя к комнате в разделе Room Management, выбрав комнату. В итоге, когда добавлены все выключатели, давайте вернемся к главному экрану приложения. В правом верхнем углу расположен общий выключатель всего дома. Если хотя бы один из комнатных выключателей активирован, общий выключатель также будет в активированном состоянии. Им удобно выключить весь свет при выходе из дома, например. А если весь управляемый свет в доме выключен, вы можете включить его этим выключателем одним движением. Круглый значок с подписью «Пример Сцена». Это сцена. Сцены позволяют одним нажатием приводить несколько заранее определенных выключателей в заданное состояние. В моем сценарии использования сцены не прижились, но для обзора я добавил одну. Для этого необходимо перейти в раздел Scene Management. Для создания сцены необходимо добавить один или несколько выключателей из любых комнат. Точнее даже вы добавляете не сами выключатели, а их кнопки. Для каждой кнопки необходимо задать положение, в которое она перейдет при активации сцены, включена или выключена. Здесь есть недоработка в плане пользовательского интерфейса. По умолчанию, после добавления двухканального выключателя в программу, его кнопки называются Button 0 и Button 1, соответственно, для одноканального, только Button 0. Если их не переименовать, вам придется работать с массивом кнопок Button 0 и Button 1 без какой-либо привязки к выключателям. На скриншоте ниже видно, что я переименовал кнопки, но не слишком удачно для их идентификации при создании сцены. Сцены – единственный способ хоть какой-либо автоматизации в официальном приложении Ливола для шлюза 10700 F12. Продолжим разговор о главном экране. Ниже сцен расположены виджеты комнат. По каждой комнате также есть свой общий выключатель, доступный на главном экране. С помощью него можно включить или выключить все выключатели этой комнаты. Соответственно, если в комнате несколько выключателей, и хотя бы один из них включен, общий выключатель комнаты тоже будет включен. Чтобы управлять индивидуальными каналами света в комнате необходимо нажать на виджет этой комнаты. На экране комнаты будут показаны все выключатели, добавленные в эту комнату. В моем примере на кухне вы можете видеть двухканальный выключатель, названный свет на кухне, одна из кнопок которого названа обеденной, а другая основной. Как я уже упоминал, после добавления выключателя кнопки называются Button 0 и Button 1. Переименовать их можно только на этом экране длительным нажатием. Название я выбрал с учетом удобства голосового управления с помощью Google Ассистента. Подключение к Google Home. Подключение к Google Home интересовало меня в основном для возможности использовать голосовое управление через Google Ассистент. После установки приложения Google Home и создания в нем дома, необходимо подключить аккаунт Левола. Для этого мы нажимаем, плюс, настроить устройство, ранее настроенное устройство. В большом списке производителей находим Левола, у меня здесь уже установлено подключение и указано 8 устройств. Что такое Hey Левола, я не очень пока понимаю. После выбора Левола откроется экран, на котором будет необходимо ввести логин и пароль своей учетной записи, с которой вы зарегистрировались в приложении Левола. После успешного подключения аккаунта Левола ваши выключатели появятся в приложении Google Home. На скриншоте вы видите, что выключатели уже распределены по комнатам. Это я уже сделал позже вручную. На самом деле, импортируются даже не выключатели, а их кнопки, каждая из которых предстает отдельным выключателем без какой-либо привязки к комнате. На этом этапе очень помогают заранее заданные адекватные имена кнопок, благо, что они не теряются при импорте. Далее вы просто наводите порядок, заводя комнаты и распределяя выключатели по ним. Все готово, теперь можно скачать что-то вроде OK Google. Включи обеденный свет на кухне, и при благоприятном расположении звезд все сработает, об этом чуть подробнее. При создании новой комнаты Google Home предлагает готовые шаблоны с названиями. Таким образом я завел коридор с выключателем свет в коридоре и прихожую с выключателем свет в прихожей. Но когда я пытался управлять голосом светом в прихожей, например, OK Google. Включи свет в прихожей, Google Ассистент включал свет и в прихожей, и в коридоре. Соответственно, с коридором была аналогичная ситуация, с другими помещениями таких проблем не было. Работу облака Ливола тоже нельзя было назвать идеальной. Время от времени выключатели просто переставали реагировать на удаленное управление. Иногда до облака Ливола не мог достучаться Google Ассистент. К моменту настройки голосового управления у меня сформировался взгляд на то, что я хотел бы сделать в направлении домашней автоматизации и систем умного дома. Стали появляться устройства других производителей, и возникла необходимость объединить управление ими в едином приложении. Поначалу я рассчитывал на Google Home, но в какой-то момент Google убрал интеграцию с Xiaomi из-за проблем с безопасностью. Также, сама концепция, когда ты находишься дома, управляешь домашними устройствами, но делаешь это через удаленные серверы, не вызывало у меня энтузиазма. В итоге, я остановил свой выбор на Home Assistant, о чем я напишу в следующей части. Дополнение. Прошло полтора года с момента публикации первой части обзора, и Ливола продолжала развивать направление управляемых по протоколу ZIPBI устройств, шлюз Ливола-1700F12 был снят с производства. Он больше не продается в официальном магазине Ливола на Алиэкспресс, но все еще встречается в российских интернет-магазинах. Был выпущен новый шлюз, так называемый Ливола ZIPBI Gateway 2. 0. В нем прослеживается определенная работа над ошибками, во-первых, он больше не пытается выдать себя за выключатель, во-вторых, его исполнение стало внешним, что является его явным преимуществом, его можно разместить практически в любом месте для улучшения качества приема. Новый шлюз использует свое приложение, функциональность которого шире в плане автоматизации. Также была выпущена новая серия ZIPBI выключателей, в стилистике розеточных модулей. Безусловно, это очень технологично, это сильно сокращает количество вариантов рамок до пяти и снимает проблемы чувствительности сенсора при монтаже стекла, нужен был определенный навык. Но, на мой взгляд, у них уже нет того шарма. Новая серия совместима только с новым шлюзом. При этом, выключатели со стеклянной панелью никуда не исчезали и доступны для заказа. Они совместимы и с новым, и со старым шлюзом. Если же вы ориентируетесь на управление выключателями из Home Assistant, шлюз Ливола вообще не нужен, но не все модели пока поддерживаются. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok